Регби – одна из самых популярных в мире игр. Она воспитывает дисциплинированность, умение работать в команде, развивает навыки самоконтроля. И славянские юные регбисты, которые делают в ней первые серьезные шаги, настроены на спортивный рост. На стадионе в хуторе Барониковском, где проведен капитальный ремонт пристадионного помещения, созданы прекрасные условия не только для тренировок, но и для соревнований. И директор спортшколы имени Владимира Викторовича Симоненко Игорь Тимошенко очень доволен тем, как здесь все преобразилось. Сегодня здание отремонтировано полностью, капитальный ремонт, заменены все коммуникации. Стадион отвечает современным требованиям. Есть судейские комнаты, раздевалки, душевые кабинки. Оборудованы в этом стадионе два малых зала. У нас будет тренажерный зал для занятий и малый игровой зал. Где мы планируем разместить настольный теннис, где мы планируем проводить занятия по боксу. В общем, очень довольны. Благодаря программе, которая действует в Крае развития физической культуры и преподдержке Романа Ивановича Синяковского шикарный стадион получился. Всем участникам престижных краевых соревнований по регби было приятно видеть, что произошли такие качественные изменения инфраструктуры спортивного объекта. Регбисты играют на этом стадионе не впервые и были рады находиться в новых красивых и чистых раздевалках. Юные спортсмены из Сочи, Крымского, Денского района и хозяева площадки из Славянского района сыграли первые матчи соревнований. На торжественном открытии состязаний их приветствовал заслуженный мастер спорта России, президент Федерации регби Краснодарского края, главный судья соревнований Владимир Остраушка. Он пожелал ребятам спортивных успехов и они обязательно будут. Краснодарский край всегда являлся основой для поставки игроков в сборную России как по олимпийской дисциплине, так и по классическому регби. И ежегодно у нас делегировалось составы разных сборных порядка 20-50 человек. Это и юниорские сборные, и национальные основные сборные. Также ребятам есть большие примеры именно из районов, из муниципальных образований, где ребята со Славянска, с Крымска попадают в сборную России и подрастающее поколение смотрит на это и думает, мы тоже так хотим. В этом возрасте они начинают понимать, приходить и правила более точно уже, и всю методику, и методологию всего регби. Поэтому да, это очень важно, этот возраст очень важен, только с маленького регби вышли и первые для них серьезные мероприятия, соревнования. Славянские спортсмены сыграли свою первую игру в формате 15 игроков с командой из Денского района. Они сражались с энтузиазмом, пытаясь выровнять счет, но это им не удалось. Соперники были намного сильнее и матч завершился со счетом 73-5 в пользу гостей. Славянские регбисты не потеряли боевой дух после первой игры и надеются еще наверстать упущенные очки в будущих матчах. В регби нужно иметь очень много способностей, думать, бегать, должна быть сила. То есть на поле это очень важно, чтобы пройти соперника. Для регбиста, получается, ум, скорость и сила важны. Без них регбист не регбист уже будет. У нас это была первая игра в формате 15, у нас было, наверное, недостаточно опыта, чтобы победить довольно сильного соперника. К следующей игре мы попытаемся подготовиться и не проиграть, а попытаться выиграть. Будем тренироваться. В Денской команде была всего одна девочка. Это допускается правилами. И она играла очень активно, ни в чем не уступая ребятам. Тренер изначально в школу начал собирать детей и всех друзей сначала позвала я. Вот сегодня меня позвали, поэтому сегодня я захотела поиграть. Ну, как бы я тоже девятого года, поэтому, ну, и регби просто нравится. Крымские спортсмены были настроены на победу. И они постарались реализовать в игре с сочинской командой все свои козыри. Нормально играем с девочками, они тоже нас понимают, играем хорошо. Да, конечно, побеждали. Приехали сюда с хорошим настоянием выиграть. Матч между сочинцами и спортсменами из Крымского района был очень напряженным. И закончился со счетом 38-33 в пользу команды из соседнего района. У юных регбистов все еще впереди. И они, наращивая свое мастерство, будут стремиться к новым спортивным победам. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова